Сергей Александрович Мадуев, а при рождении Али Арбиевич Мадуев, родился в 1956 году в Казахской ССР, куда его родители были сосланы только из-за своей национальности. Сын чеченца и кореянки с детства питал ненависть к властям, так жестоко поступившим с ним и его родителями. Сергей Мадуев, который в паспорте был записан русским, свой первый срок получил в 17 лет. В 1974 году он сел за разбой и грабежи на 10 лет, но отсидел только 6. Выйдя на волю, он вернулся на родину, но устроиться на работу так и не смог. Из-за судимости все двери для него оказались закрыты. Тогда Мадуев вместе со своим младшим братом Альви и старым знакомым Агапашой Таировым занялся грабежами и убийствами, разъезжая по всему Советскому Союзу. Вскоре в преступном мире Сергей Мадуев стал известен под кличкой Червонец. Своё прозвище он получил за то, что на воле всегда расплачивался с таксистами только 10-рублевыми купюрами, никогда не беря сдачи. А в то время это были не такие уж и маленькие деньги. Себя же Мадуев называл вор вне закона. Но давайте обо всём по порядку. 4 января 1989 года первый секретарь партии одного из сибирских райкомов Горин пребывал в хорошем настроении. Был выходной, поэтому он с утра принял на грудь и свернулся калачиком на диване. Проснулся Горин от какого-то шума. Открыв глаза, он увидел перед лицом нож, который держал молодой парень с азиатским разрезом глаз. Переведя взгляд, Горин встретился взглядом со своей женой, сидевшей в кресле тоже с ножом у шеи, который держал, как потом выяснится, подельник главаря Роман Чернышёв, студент ленинградского вуза. Горин, хоть и был немного пьян, разыгрывать из себя героя не стал. «Что вам надо?» — спросил он. И тут же, не давая грабителям слова, быстро проговорил. «Деньги там!» — он указал на шкаф. Получив ценности, незваные гости удалились, так никого и не тронов. Главарем налетчиков оказался Сергей Мадуев, тот самый червонец. Совершив еще пару разбойных нападений в Сибири, криминальный дуэт отправился в Грозный. Здесь их жертвами должна была стать семья Бойцовых. Налет организовали в один из мартовских дней. Дождавшись ночи, Мадуев с Романом забрались в дом, где, по их данным, ночевали две женщины. Разбудив хозяйку, Мадуев тихо произнес. «Не волнуйся, мы возьмем только деньги и золото». «Вы их не найдете», — ровно сказала женщина. «Я вам помогу». Она отдала преступникам все золотые украшения и деньги. Роман, не поверив, что женщина отдала все ценности, стала рыскать по комнатам. В одной из них он наткнулся на дочь хозяйке. От страха перед грабителем та забилась в угол кровати. Роман начал расстегивать брюки, надвигаясь на девушку. Но Мадуев подоспел вовремя. «Не трогай ее, пошли», — сказал он. «Нет», — бросил Роман. Тогда Мадуев больно ударил его рукояткой пистолета по спине. Роману пришлось послушаться. Своеобразное благородство Мадуев проявил и при следующем налете, когда прибыл в Подмосковье. Ворвавшись в квартиру Перовых, он первым делом выстрелил из пистолета в потолок. «Нам нужны ценности», — объявил он хозяевам. Пока Роман собирал драгоценности и деньги, червонец перерезал телефонный провод, держа главу семьи, его жену и детей под прицелом. Когда ценности перекочевали в карманы налетчиков, Мадуев выстрелил в стену, чтобы припугнуть хозяев. Это ему удалось как никогда. У главы семьи было слабое сердце, и он повалился на пол. Сердце только и успел прошептать он. Увидев это, Мадуев бросил жене и детям пострадавшего. «Я вызову врачей, клянусь». Криминальная пара быстро вышла из квартиры. Мадуев сдержал свое слово. Вызванные им врачи успели как раз вовремя, чтобы спасти мужчину. Помотавшись на награбленные деньги по России, Мадуев с Романом вновь выходит на дело. В Астраханской области они нападают на семью Айвазовых, но в этот раз бандиты не рассчитали свои силы. Глава семьи попытался отобрать у бандитов оружие. Мадуев выстрелил в него. Когда жена заголосила, червонец убил и ее. Летом 1989 года Мадуев с сообщником прибыли в Ростов. Там совершили нападение на семью Шалумовых, но встретили сопротивление, и тогда бандиты застрелили хозяина, затем задушили его жену. Собрав все ценности, преступники облили комнаты бензином и подожгли дом. В огне сгорел годовалый сын супругов, которого грабители не заметили. Почувствовав безнаказанность, Мадуев совсем теряет голову. Взяв в банду еще несколько человек, он отправляется в Узбекистан. Здесь нападает на поезд, на котором воровские курьеры перевозили деньги в общак. Червонец со своей бригадой забирает у курьеров крупную сумму денег. За это его приговаривают к смерти ташкентские воры в законе. Поколесив по Узбекистану, Мадуев направляется в Тбилиси. В грузинской столице он врывается в дом вора в законе Вахи. Даже не пытаясь прикрыть свое лицо, Мадуев держал вора в законе на мушке и лучезарно улыбался. Его сообщники тем временем кидали в сумку пачки денег, принадлежавшие грузинскому воровскому клану. Теперь Мадуеву выносят смертный приговор и грузинские воры в законе. После этого налета Мадуев расстается с двумя своими сообщниками, братьями Мурзабековыми, и вновь остается с одним романом. С ним он и появляется 11 октября в Ленинграде. Однажды Мадуев подъехал к одному кооперативному кафе. «Верхней одежде не пускаем», — преградил ему путь швейцар Амбал. «Да пошел ты». Мадуев шагнул к двери, но парень не дал ему пройти. «Куда прешь, козел?» Тогда Мадуев достал револьвер и выстрелил. Затем сел в украденную машину и уехал. Машину налетчик бросил за городом. Совершив убийство на глазах у многих свидетелей, Мадуев понял, что засветился. Поэтому он вместе с Романом уезжает в Ташкент. Несмотря на то, что узбекские воры в законе рыли копытами землю в поисках червонца, Мадуев нападает на дом местного рецидивиста, который жил с матерью. «Нам нужны деньги и золото», — произнес Мадуев свою коронную фразу. Но наученный лагерным опытом зэк ударом ноги выбил у Романа оружие. Завязалась драка. В руках рецидивиста появился обрез. Раздались два выстрела. Роман и мать зэка рухнули на пол, сраженные пулями. Мадуев выхватил револьвер и дважды выстрелил в рецидивиста. Потом подошел к раненому сообщнику. Поняв, что Роман уже не жилец и что таскаться с раненым очень рискованно, червонец выстрелом в голову добил своего подельника. Взяв билет до Москвы, Мадуев дождался поезда и даже успел пройти и сесть в свое купе. Но тут ему заломили руки. Милиционеры, долго шедшие по следам преступника, устроили тому засаду. Внезапно Мадуев выхватил из кармана брюк гранату, которую милиционеры не обнаружили при обыске, и, рванув кольцо зубами, поднес гранату к животу своего конвоира. Мадуев приказал очистить перрон из здания ЛОВД. В линейном отделе он вместе с заложником закрылся в кабинете и потребовал встречи с министром внутренних дел и прокурором Узбекистана, а сам в это время сжигал свою записную книжку. К зданию ЛОВД прибыли первые замминистра и прокурора. Но Мадуев отказался с ними разговаривать. Тогда бойцы ОМОНа провели сложную операцию. В 30 метрах от здания засел снайпер. Он поймал в прицел руку бандита с зажатой гранатой и выстрелил. В ту же долю секунды другой боец спецназа выбил дверь в кабинет, схватил гранату и отбросил ее. Но взрыва не последовало. Граната оказалась учебной. В крестах, куда направили Мадуева, его посадили в отдельную камеру, ведь блатные жаждали его смерти. В тюрьме налетчик знакомится с Натальей Воронцовой, которая, будучи следователем по особо важным делам, работала в следственной группе по делу Мадуева. Постепенно Наталья влюбляется в заключенного, который притягивал ее с каждым днем все больше и больше. Потеряв в свое время мужа и сына, Наталья не смогла устоять перед всегда элегантно одетым, гладковыбритым, умным и обладающим прекрасным чувством юмора бандитом. Но она понимала, что ее любимому грозит высшая мера. На одном из таких свиданий, понимая, что она рискует всем, Воронцова передает Мадуеву пистолет с патронами. 3 марта 1991 года в Кресты прибыл конвой, чтобы этапировать Мадуева в Бутырскую тюрьму. Когда они двигались по коридору, Червонец внезапно вытащил из-под пиджака револьвер и выстрелил в стену, дав понять, что оружие настоящее. Выстрелив, он бросился бежать. Дорогу ему преградил майор внутренней службы. Тогда Мадуев прицелился и выстрелил ему в живот, а затем взял в заложники подоспевшего на выстрелы дежурного помощника. Но на посту путь заблокировали. Мадуев прицелился и выстрелил в одного из офицеров. Осечка. Тут же беглец был сбит с ног и жестоко избит. Следователям удается выяснить, кто передал Мадуеву оружие. Он просит встречи с Воронцовой. Эту встречу предоставили. Правда, заранее спрятав в кабинете видеокамеру. Червони целовал Наталью и что-то шептал ей на ухо. Ласкал руками. Затем женщина сама стала давать показания. В итоге ей дали 7 лет общего режима в Саблино. 10 июля 1995 года Сергея Мадуева приговорили к расстрелу. Но смертную казнь заменили пожизненным заключением из-за объявленного моратория. 10 декабря 2000 года Сергей Мадуев скончался в Оренбургской тюрьме «Черный дельфин». По заключению врачей в связи с сахарным диабетом. На этом у меня все. Спасибо за просмотр.